19 октября в Казахстане отмечают День спасателей. По этому поводу в городском дворце культуры прошло праздничное мероприятие. Глава региона поздравил виновников торжества с их профессиональным праздником. Также Асхат Шахаров ознакомился с новой техникой, находящейся на вооружении спасателей. Перед началом торжества, посвященного Дню спасателя, перед городским Домом культуры была организована выставка техники. С ней ознакомился Акимобласти. Само мероприятие началось с торжественного поднятия флага в сопровождении Духового оркестра. После чего была объявлена минута молчания в память о погибших при исполнении служебного долга. Глава региона поздравил присутствующих с профессиональным праздником. Наш президент отметил, что работа спасателем для тех, кто под настоящему храбр, с полным отвагой и сердцем. Спасение людей – это миссия, на которую способны далеко не все. Я чистого сердца поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. При поддержке депутатов для вас была приобретена техника на полтора миллиарда сенге. Я думаю, что это даст возможность усилить вашу работу. Всем желаю здоровья, долгих лет и терпения. Лучшим из лучших Акимобласти вручил благодарственные письма. Среди награжденных – Дастан Нургали. Юноша выбрал профессию спасателя, еще будучи школьником. Очень приятно, что меня наградили. Я считаю, что это оценка не только моего труда, но и работы всего гарнизона. Я выбрал эту профессию, будучи школьником. Считаю, что спасать людей – благородное дело. И уже шесть лет работаю в четвертой части противопожарной службы. Работать не страшно, но все же есть свои трудности. Каждый случай особенный. Желаю нашей Родине процветания и мира. Служить на благо Родине выбирают не только юноши, но и девушки. Виктория Бекмухамбетова всегда хотела носить форму и со временем воплотила свою мечту в реальность. В органах гражданской защиты я с 2013 года. Еще в детстве, наверное, многие дети, кто-то о чем-то мечтает. Я всегда мечтала, что я буду ходить в форме, что я буду либо миссионером, работать на какой-то службе. Служить я хотела с детства. И так получилось, что выросла, отучилась и решила пойти в службу пожаротушения. Диспетчер – это одно такое звено, тоже очень важное, который должен взаимодействовать с людьми. Тоже звонят люди, нервничают, переживают. Если что-то случается, мы должны среагировать, отправить на место происшествия помощь. И должны всегда быть на связи, все контролировать. Также в ходе торжества начальник управления по чрезвычайным ситуациям полковник Нургали Женусов поздравил с праздником своих коллег и наградил руководителей нескольких отделов нагрудными знаками и грамотами.